Ребята, здравствуйте всем! Приветствую вас на канале Апасов. Как всегда, по вечерам выходим с самыми интересными новостями, хорошими гостями, поэтому усаживаемся поудобнее и, значит, перед своими экранчиками готовимся, как всегда, своими пальцами ставить лайки нашему видео для того, чтобы мы набирали наибольшее количество просмотров. Вам большое спасибо. Последние несколько недель наша активность повышается. Вы все умницы, молодцы и вообще классная у нас тут компания своими семьями собралась. И сегодня Алексей Якубин вместе с нами. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, приветствую тебя. Как всегда, спасибо огромное за приглашение. Да, всегда рады. Сегодня целый ряд тем будем обсуждать, Леша. Попробуем сделать такую очень блицевую историю. Будет много совсем разных тем. Поэтому постараемся такими блоками. Значит, сделаю анонс небольшой для тех, кто смотрит наш выпуск. Значит, поговорим о смерти Навального. То есть, история заканчивается. Судя по всему, сегодняшним днем сторонники Навального собрались в Москве на его похороны. Есть там видео конкретно тела для любителей конспирологии, что он как будто на островах отдыхает, а все это блеф. Вы будете смеяться, там такие тоже есть. Значит, Трамп и Байден посетили границу, американскую границу на Мексике, и кого-то из них встретил губернатор местный, а кого-то проигнорировал. Кого же? Кого же? Поговорим вместе с Алексеем чуть-чуть позже. Значит, МИД Российской Федерации сказал о том, что не будет войск НАТО и французских войск в Украине. Что это за заявление и почему оно расходится с тем, что говорил до этого Макрон? Wall Street Journal опубликовала некие положения несостоявшегося договора между Российской Федерацией и Украиной. В принципе, информация не сильно так, чтобы новая, но некоторые детали там есть, и они вызывают вопросы. Ну, также об изменении закона мобилизации, который в ближайшее время, ну, то есть в ближайший месяц, как говорят некие представители Верховной Рады Украины, будет все-таки проголосован, что там изменилось, что грозит или не грозит теперь украинским призывникам в этом выпуске. Поэтому ставим, еще раз говорю, лайк, подписываемся на канал, кто не подписан, активно комментируем эту всю историю, мы комментарии ваши потом читаем. Для тех, кто захочет поддержать канал, сказать нам свое спасибо. Из-за границы можно оформить платную подписку, для всех остальных есть реквизиты под видео, ребят, ну, в общем, так. Да, и подписываемся на телеграм-канал Алексея, кому понравится выпуск, welcome, welcome. Леш, давай начнем со смерти Навального. Длинная история оппозиционера Навального заканчивается сегодняшними его похоронами. Вряд ли он предвидел себе такой исход, тем более в ближайшее время. Очень много непонятного, в принципе, в том, что случилось с Навальным, то есть и в факте смерти, да и по большому счету много непонятного было даже в тот момент, когда он решил вернуться в Российскую Федерацию из-за границы, где был он, в принципе, в безопасности. Давай вот каким-то коротким таким, может быть, ответом, ну, относительно коротким, насколько получится, я хочу, чтобы ты подрезюмировал, в принципе, историю Навального, которая вот в этом промежутке, вот момента его возвращения в Российскую Федерацию, на что он надеялся, к чему это привело. Как ты считаешь, есть ли какая-то конспирология в его смерти? Потому что даже господин Будуанов, глава нашей разведки, по его данным подтвердил, что Тромб, вот не знаю уж, как получили мы эти данные, но на то она разведка и разведка, вот. И вот сегодня похороны. Эти похороны, скажем так, проходят не без пристального внимания спецслужб Российской Федерации, там все в каких-то ограждениях, да баррикадах. Много достаточно людей собралось, не буду говорить количество, потому что точно его не знаю. Те, кто знают, могут написать это в комментариях. Ну, в общем, вот такая вот история. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, смотри, в плане смерти Навального, да, мы действительно слышали, много конспирологии есть сейчас вокруг этого события, и по поводу, действительно, Кирилл Буданов говорил о том, что Тромб, да, но я скажу шире, если как бы, знаешь, тут мы можем политологически на это посмотреть, что так или иначе, но условия, в которых находился Навальный и так далее, учитывая перенесенные отравления, которые у него было. Ну, то есть, его условно политически доводили до смерти, давай так скажем. То, что это произошло именно сейчас, может быть, в Кремле и не предполагали, но в условиях, в которых он находился, ну, рано или поздно, мне кажется, что тут как бы политически были созданы такие условия. Алексей, у тебя пропадал звук, на секундочку, политические такие условия. Да, политически были созданы такие условия, что я, честно говоря, не думаю, что могло бы быть как-то по-другому, ну, на самом деле, да. Ну, в общем-то, мы это и увидели в итоге всей ситуации. В плане, почему Навальный вернулся в Россию, мне кажется, что тут было несколько причин. Во-первых, Навальный видел, что происходит с теми россиянинами, которые себя позиционировали как оппозиция, там, либеральная оппозиция, да, которые выехали за пределы России, Каспаров и Ходорковский и другие. И по факту их влияние на события России было минимальным, ну, если не сказать по-другому, да. Потому что нахождение за границей – это нахождение за границей. Мне кажется, что все-таки Навальный себя где-то видел по политикам другого типа, да. Опять-таки, понятно, что в Украине тут у нас к нему есть свое отношение, потому что есть много его, да. Мы понимаем, что он имел корни, ну, и был в свое время русским националистом, ходил, да, на русские марши, там, в истории про Крым. Хотя потом он говорил, что это все как бы не так, ну, он говорил, что поменял свою точку зрения, но все равно. То есть в Украине есть свое отношение. Мне кажется, что на Западе, если мы говорим на Западе, Навальный все равно, несмотря на все вот эти моменты, он воспринимался как представитель либеральной оппозиции, да. Ну, то есть как некая альтернатива, давай так скажем. И я не исключаю, что это в том числе подталкивало Навального. Слушай, я бы сказал, хоть какая-то альтернатива. Да, я думаю, что это подталкивало Навального вернуться в Россию. Опять-таки, почему, да, потому что он понимал, что все равно события будут, если ему бы удалось, да, политически как-то усилиться, то это возможно только в России. А как бы он политически усилился, вот на твой взгляд? Смотри, когда люди... Можно сказать, смотри, я скажу. Я думаю, что здесь играла роль того, как он себя видел, да. Ведь есть действительно ряд политиков в мировой истории, которые были в тюрьме длительное время. Ну, на первый взгляд, например, мы уже вспомним Нельсона Манделлу, если я не ошибаюсь. То есть Навальный это такой себе Манделла мог быть. Ну, я думаю, что, смотри, тут же нюанс в том, что все равно из чего-то то Навальный исходил, из какого-то образа своего будущего, да. Я думаю, что вот таким образом своего будущего он где-то мог видеть ситуацию с Манделлой, который длительное время находился в тюрьме, да, более 20 лет. И после этого произошла его политическая реинкарнация, да, после падения режима апартеида в Южноафриканской республике. И он стал президентом Южноафриканской республики. То есть если бы он не находился в тюрьме, ну, не факт. Ну, то есть если бы он выехал там за рубеж в США или еще куда-то, да, то есть это могло бы быть по-другому. Я думаю, что где-то Навальный вот черпал образы, ну, как мне кажется. Слушай, можно я просто тебе буду такие короткие уточняющие по ходу задавать, чтобы мы потом не возвращались, да, к каким-то твоим тезисам? Да. Смотри, я не так, чтобы прям на 100% следил за всей деятельностью Навального, но за теми там отрывками его, где он активничал, да, то есть там какие-то его блоги я видел. При всем вот даже там каком-то там скепсисе, я вот когда на него смотрю, смотрел, у меня вообще он не создавал впечатления человека, который готов присесть на 20 лет в тюрьму, а после этого выйти президентом. То есть вот он явно такой не создавал впечатления человека, который готов пойти на какие-то жертвы, 20 лет просидеть, угробить всю свою жизнь для того, чтобы в старости выйти и там поправить. Тем более, что позитивных примеров таких исходов на постсоветском пространстве я же не припомню. Ну, смотри, еще раз говорю, это экстремальный был момент с Нельсоном Манделлой, да, который находился 20 лет. Я не исключаю, что Навальный считал, что это займет все намного быстрее, вся эта история будет, да, и мы же не знаем, какую информацию, как он для себя видел, знаешь. Есть такая теорема Томаса, что если люди что-то считают реальным, то это будет иметь для них реальные последствия. Ну, то есть Навальный, наверное, видел другую реальную перспективу, что он там несколько лет пробудет в России, возможно, он будет подвергнут судебному, там, ну, тюремному наказанию и так далее. А потом, да, он, пребывая в России, он станет какой-то такой точкой сборки тех, кто недоволен режимом, который есть в России, путинским, и после этого ему удастся каким-то образом, да, стать главным, ну, то есть альтернативой этому режиму. Я думаю, что он, возможно, мы же не знаем, что, ну, какую информацию там сделили с ним западные разведки, своей оценкой ситуации в России, да, ведь мы же помним, когда началась российско-украинская война, что многие западные разведки считали, что, например, санкции достаточно сильно могут повлиять на Россию быстро, да, что, например, часть российских олигархов может достаточно быстро, ввиду санкций и всего остального подумать о смене режима в России. Ну, то, что не случилось. Да, то, что не случилось, но ведь такие нюансы обсуждали, да, и обсуждали, что сколько там России осталось, там, пару месяцев, да, условно говоря, пока санкционный режим там не ударит полностью, да, и что олигархи российские, они не смогут, ну, скажем так, какую-то альтернативу себе выстроить, и им единственное, что останется, это менять режим. Может быть, он исходил из таких предпозиций, да, но в любом случае, я так хочу сказать, что он все равно понимал, что если и возможно его, скажем так, превращение в топового политика, то это возможно только в России. Это невозможно за рубежом. И мне кажется, что, ну, то есть, как бы вот тут мы можем это отметить, да, что тут в контексте Навального, еще раз говорю, что в Украине, то есть, тут мы по одному воспринимаем, но мы должны понимать, что на Западе есть свой образ Навального, с которым мы также дальше, кстати, будем иметь дело. Да, в плане восприятия всех последующих событий, и я бы потому тут и перебрасываю мостик, например, мы видим, как начала политически активизироваться жена Навального, Юлия Навальная, да, есть дочь Навального, которую некоторые пророчат, считая, что именно она будет президентом в будущем в России. Дочь? Дочь. А какие основания для этого предполагать? Ну, считается, что она вот уже, как бы, набирает опыт, она молодая, она вот, знаешь, горячая, готова. Сколько ей лет? Прости, я просто не знаю прям. В районе 20, по-моему. Ну, то есть, она молодая. Вот если ты видел встречу, фотографию, вот эту уже, да, которая разошлась Байдена Белого дома, которая размещала Байдена, где Байден встречался с Юлией Навальной, то он встречался с Юлией Навальной и Дарьей Навальной. То есть, с дочерью, ну, то есть, с дочерью Навального и с женой Навальной. Потому, как бы, такое потенциально может быть, да. Ну, еще раз говорю, что Навальный сам для себя, он, конечно, то есть, Навальный уже будет мифом, в любом случае, давай так скажем. Он будет символом, он будет мифом. И мне кажется, что даже вот, ну, в Украине мы также должны понимать и учитывать тот образ Навального, какие бы там ни были к нему вопросы, да, которые есть, к тому, что он там говорил и так далее, учитывая, какой его образ есть на Западе. А вот, а он будет, скорее всего, такой вот, да, скорее выхолощенный, что это вот либеральная альтернатива режиму автокритическому, который есть в России и так далее. Не учитывая, что кем бы мог реально стать Навальным, да, если бы он стал президентом, то есть, это понятно, что гипотетически мы можем бы только строить варианты, был ли бы он реально другим, да, или это было бы, не знаю, какой-то там, условно, Ельцин-2 или что-то подобное. Ну, в общем, ситуация сегодня закончилась. Ну, ты знаешь, но, мне кажется, даже вот эта ситуация, которая сейчас, ну, вот, с похоронами и так далее, ну, заметно, что Кремлю она не очень удобная. Ну, а в плане чего? Ну, потому что, во-первых, как бы, в России происходит подготовка к президентским выборам, да, то есть, и все равно, знаешь, ну, по факту, какую-то оппозицию на тех выборах они исключили в принципе, да, потому что была фигура Надеждина, ну, которую по факту сняли, когда увидели, что начали выстраиваться очереди. Слушай, ну, это какой-то комикс был, ну, ей-богу. Я не знаю уж, как к нему относятся на территории Российской Федерации к этому Надеждину, но это реально был какой-то комикс, персонаж. Он бы только еще там на гитаре ходил, играл и все. Что, кстати, он делал бы не там, правда. Да, Василий, но тут в любом случае все равно он воспринимался как вот некая, человек, который может выступить условным, я понимаю, все моменты условным, объединенным кандидатом от оппозиции. Ну, хоть как-то, да, хоть какой-то у него был такой вот образ. Но, заметь, даже его не допустили на выборы. Ну, еще раз, я еще подчеркну, он не участвует в выборах, потому что его сняли, да, ты знаешь, там есть история в России, что если ты самовыдвиженец, то тебе нужно собрать больше, ну, минимум 100 тысяч подписей, да. И там как бы у него нашли не те подписи, третий, десятый. Ну, на уровне 100 тысяч людей там не те подписи найти у всех можно, это 100%. Конечно, но если у кого-то искать, то находятся, а у кого-то... Буквально двумя словами, кстати, скажи, ты веришь, что Надеждин это прям вот так вот независимый персонаж, как минимум независимый от Кремля, который появился и такой вот кинул вызов Путину, а потом Путин его просто снял, потому что он угроза. Или это просто комедия, которая разыграна тем же самым Кремлем, поставили какого-то перца, сбросили немножечко пар, покрутили, повертели, он походил себе, гривой потряс и, собственно, сняли его с выборов, чтобы дальше не было мутить, и все. Смотри, я тебе так хочу сказать, я на это смотрю как политолог, и я знаю одну вещь, которая неоднократно работала в политической истории. Человек может быть зависимый, независимый, но создание какой-то альтернативы, даже формальной, изначально, в итоге может родить реальную альтернативу. Ну, это так было в истории неоднократно. Еще раз подчеркнув, знаешь, парламент Британии также когда-то создавался не как противовес королевской власти, да, а так получилось, что в итоге он таким стал. Ну, да, ну, как бы, и таких примеров можно много находить, на самом деле. То есть даже какая-то институция, которая считается подконтрольной, или какой-то там персонаж, он на каком-то этапе может начинать играть, или эта институция может начинать играть другую роль. Да, или этот персонаж может начинать играть другую роль. Потому что я думаю, смотри, просто я тебе такой момент сказать. Я думаю, что если бы Кремле не видели хотя бы какую-то для себя опасность Надеждина, его бы пустили на выборы, значит, все-таки какую-то опасность они видели в его фигуре. Ну, просто, знаешь, это напоминает мне психологический такой трюк, когда в диалоге с человеком, ну, это там ведение переговоров, может быть, да, даже иногда там в общении с детьми, применяется такой прием, когда тебе дают несколько заведомо неинтересных для тебя вариантов на выбор, но интересных для человека, который задает эти варианты. Да, и ты попадаешь в этот капкан, и, собственно, выбираешь тот вариант, который тебе нравится. И вот здесь вот оно выглядит, как у тебя там есть старые кеды, которые тебе надо поменять, да, и тебе как альтернативу дают две портянки. Вот. Вроде бы тоже на ноги наматывается, но только точно альтернатива? Это вот прямо альтернатива была? Ну, еще раз говорю, любая даже формальная альтернатива может со временем превратиться в реальную. Окей, окей. Верим в Надеждина. Ну, я не говорю верить в Надеждина, потому что ты там понимаешь, да, как бы, во-первых, мы даже и не увидим, да, как бы он мог бы, хотя бы какой процент он мог условно получить, даже те, которые показали бы. Согласен. Согласен. Ну, в общем, в истории Навального можно ставить точку. Ну, Навального, как политика живого, да, наверное. И движения Навального. Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что вряд ли это будет точка. Это начало. Это начало? Это начало, конечно. Я не просто так сказал про Юлию Навальную, я сказал про Дарью Навальную. Я уверен, что это начало большого политического мифа. Окей. Посмотрим, как будет развиваться. Ребята, напишите свое мнение по этому поводу в комментариях. Мы двигаемся дальше по теме. Интересное событие, значит, приключилось вчера в Соединенных Штатах Америки. Если кто-то пропустил, вы можете подгуглить эти новости и посмотреть коротко видео об этом, как это выглядело. Значит, Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов, а также Джозеф Байден, действующий президент Соединенных Штатов и тоже кандидат на выборы, главный соперник Трампа, а, значит, посетили американскую границу. Они приехали в штат Техас, это самое проблемное место, как все знают уже, тут дополнительных, мне кажется, объяснений не нужно, почему. Туда приехал губернатор Эбботт, значит. И что случилось? Самое интересное. Эбботт встретился с Трампом, горячо пожал ему руку, значит, так вот прям, знаете, вот так вот. Вот, а с Байденом не встретился, а Байден находился всего лишь в 500 метрах, собственно, можно было дойти-то, покурив сигаретку. Вот. Почему так произошло? Что, значит, заявление такое? И вообще, на самом деле, то есть символичный ли это жест или не символичный, потому что Эбботт, например, не скрывает, что он республиканец и поддерживает исключительно Трампа. Но, с другой стороны, президент тоже никомар чихнул, и можно было там ему хотя бы, не знаю, спросить, как дела у него. Смотри, я думаю, что, конечно, это же не просто так, это вся история была, да, и мы же понимаем, как это используется. Это используется как история того, что намек Эббота, да, что вот будет следующий президент, который будет вопрос решать. Ну, намек на Трампа, мы это прекрасно понимаем, да. Да, а в контексте Байдена Эбботт формально США – это федерация, да, с достаточно большими полномочиями каждого отдельного штата, да, и губернаторы – это тоже выборные личности, да, это такой микропрезидент на уровне своего штата. И поэтому, наверное, Эбботт потенциально имел право, я уверен, да, в этом не присутствовать, да, на том, где присутствовал президент США. Ну, тем более, что он представляет собой представителя другой партии, да, но в действительности, конечно же, это тоже показательная эта история, потому что, мне кажется, она дополнительно подливает масло в огонь вот эту дискуссию между центром и штатами, да, то есть, потому что получается, что приехал президент Соединенных Штатов Америки, а как бы губернатор штата, он как бы встречался с кандидатом президента, да, ну, то есть, опять-таки, Байден же не только кандидат от демократической партии, да, он еще и действующий президент Соединенных Штатов Америки. На самом деле, тут в какой-то мере повторяется история, которая была до этого, это история с национальной гвардией и с техасскими рейнджерами, да, когда, я напомню, Байден говорил, что там вот эту всю историю, если не решат или дальше будут строить, да, эту стену техасские рейнджеры, то мешаются национальные гвардии, то есть федеральные центры мешают. Собственно, вот как и произошло, Леш, что Байден встретился только с агентами федеральной пограничной службы, а Трамп с нацгвардией, которая там находится. Техаса, да, да, но смотри, но это как бы, еще раз говорю, разгар избирательной кампании, это один момент, а второй момент, чтобы мы понимали эту историю, ну, США, еще раз подчеркну, это федерация, мы часто об этом забываем, но Штаты, они имеют достаточно большие полномочия, на самом деле, на своем уровне, и еще раз говорю, что история с, например, той же миграцией, мы видим, как она отчасти расколола, да, позицию ряда штатов друг с другом даже, то есть где-то половина штатов, условно, где в основном губернаторы-республиканцы, они как бы поддерживали Техас, да, направляли сигнал Вашингтон по этому поводу, ну, а половина, где губернатором являются демократы, они наоборот, да, не поддерживали позицию Техаса по этой истории. Ну, еще раз говорю, я вижу это как, конечно, элемент избирательной кампании, продолжение этого элемента, и понятное дело, что этой поездкой Трамп, он будет для себя как бы дальше цементировать тему с миграцией, то есть заметно, что для республиканцев это действительно одна из коронных их тем, они собираются дальше эту тему активно обыгрывать, ну, и вот теперь мы видим, что, знаешь, уже после ряда праймарис, я напомню, что если мы говорим, например, о праймарис республиканцев, то пока что Трамп победил во всех праймарис. Давай добавим вот как раз сюда информации, то, о чем ты говоришь, сейчас вот появилась, 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 сейчас я гляну, где это, значит, появилась, в американской прессе статья, которая пишет, что Трамп побеждает в семи ключевых штатах, колеблющихся, так, об этом пишет Bloomberg, значит, избиратели во всех основных демографических группах и даже самые надежные сторонники демократической партии считают Байдена слишком старым, также люди недовольны экономической ситуацией и притоком мигрантов. К Трампу тоже у них много, значит, претензий, большинство считает его опасным, значит, менее сострадательным и честным, чем Байден, однако он сохраняет свое преимущество над Байденом, даже если в выборах примут участие другие кандидаты. Но если Трампа признают виновным по-любому из уголовных дел, значит, избирателей уже не будет, такая часть готова его поддержать. Это, кстати, подтверждает то, что я говорил там, кажется, даже с тобой мы в разговоре это проговаривали там с месяц назад, что вот республиканские представители, с кем я смог пообщаться, да, те, которые до мозга костей республиканцами, они, во-первых, а, действительно тоже опасаются Трампа, они далеко не все трамписты, все республиканцы. Хотя свой лагерь они менять по этому поводу точно уж не будут. И представители Байдена, демократы, с кем я также умудрился пообщаться, они очень нелестно отзываются. То есть у них прям огромнейший скепсис. Конечно, выбирая между Трампом и Байденом, они, скорее всего, проголосуют за Байдена, но они прям не в восторге. Не, ну смотри, у республиканцев условно, опять-таки, есть нюанс Ники Хелли, да, и кто-то считал, что Ники Хелли, она пока не сняла свою кандидатуру, хотя проиграла, по-моему, в Южной Каролине, в штате, где она была губернатором, да, и там тоже 60 на 30, то есть, получилось, среди республиканцев, да. Она проиграла там праймарис. И ходили слухи, что вот после этого она может для себя решить, стоит ли ей дальше продолжать участие в избирательной гонке или не стоит. Слушай, ну Трампа-то снять могут? Ты знаешь, я специально детально поизучал этот вопрос в плане вообще, может ли Верховный суд принять решение в негативную сторону для Трампа. Смотри, какая есть история. Ряд штатов, да, включая там штат, по-моему, Лейнойс и другие, они попринимали решение, что, ссылаясь на 18-ю поправку Конституции, да, по-моему, на 18-ю, в плане того, что человек, чиновник, который принимал участие в том, что признано, да, как попытку госпереворота или бунта, он не имеет права занимать должность. Но там есть большая дискуссия даже среди американских юристов в связи с тем, является ли, например, должность президента, это должность, которую избирается, чиновника или это не должность чиновника. Потому что там в перечне тех должностей, а там есть перечень должностей в этой поправке, на которую она распространяется, она еще ни разу не была использована, она была спящей, да, со времен гражданской войны. Там нету должности президента, там есть вице-президент, там есть сенаторы, ну, то есть чиновники разного уровня, но там нету, не упоминается должность президента. И на этом, как бы, строится аргументация со стороны Трампа, его сторонников, да, что, как бы, как бы там ни было, эта статья не распространяется на должность президента, и тем более не распространяется на историю с primaries. То есть, ты знаешь, что Трамп подал иск в Верховный суд, через несколько недель мы получим его решение. Тут уже недолго, на самом деле, осталось ждать. Были предварительные премии по этому поводу, и если их внимательно посмотреть, то за Трампа там были, ну как, не то, что за Трампа, а за то, чтобы по факту не принимать такое решение, что Трамп не может принимать участие, мне показалось, были как консервативные судьи, так и судьи из либерального лагеря. То есть, потому я думаю, что, скорее всего, Трамп сможет принимать участие в выборах. Другое дело, что, еще подчеркнув, в США, так как это либеральная демократия, там все-таки разведены политические права человека, гражданина, и, например, имущественные и так далее. То есть, если Трампа даже признают, условно, виновным в каких-то криминальных делах, то это не означает, что они могут, что его снимут с выборов, нет. То есть, в либеральной модели, еще раз говорю, политические права, они считаются такими, что, условно, даже если он будет в тюрьме, он все равно может избираться. Это вообще прикольно было бы. Ну, это, еще раз говорю, так устроена либеральная демократия, что для того, чтобы не было, скажем, возможности использовать тех, кто там, условно, во власти, правосудие в политических целях, политические права сознательно, они как бы выделены. Да, что все равно человек остается, ну, то есть, он может участвовать в выборах, то есть, условно говоря, криминальное дело не может быть причиной, чтобы его снять с выборов. Именно поэтому вот эти штаты постарались ухватиться за вот эту 18-ю поправку, понимаешь, которая говорит о призывах или участии в государственном бунте. Ну, то есть, да, в... Значит, французского контингента НАТО на территории Украины не будет для введения военных действий. И вот даже из самого свеженького, значит, заявления, единственное, что там прочитаю. Вот, например, Минобороны Канады заявила о готовности отправить военных в Украину, но не для участия в военных действиях. Глава ведомства Билл Блэр в интервью «Торонто Стар» сказал, что ограниченный контингент канадский, значит, мог бы обучать украинских солдат где-нибудь вдали от линии фронта. Ну, я так подозреваю, что где-нибудь вдали, например, в Канаде он мог бы точно обучать. Ну, в любом случае, то есть, инструкторов допустил, но по факту, как бы, нет. И у меня вот единственный вопрос. Я не являюсь военным специалистом в этой сфере, но это даже вопрос, наверное, больше к аудитории. Точно ли военные Канады могут чему-то обучить сегодня военных украинцев? Ну, я тоже являюсь военным экспертом, ты знаешь. Вот к чему? Поэтому я думаю... Ну, типа, кроме как использовать какое-то канадское уникальное оборудование, единственное, что еще может быть, найти кленовый сироп. Больше я не знаю, чему они могут обучить, потому что я не помню последних там каких-то боевых действий, где Канада очень успешно применила свои вооруженные силы, и этот опыт был бы очень ценным. Смотри, я думаю, здесь речь идет скорее о том, что так же, как ряд западных стран, они помогают Украине готовить военных. Готовят военных на своих полигонах. Не секрет, что... Нет, тут уже речь про украинскую территорию. Ну, опять-таки, инструкторы в виде инструкторов. Да, то есть, опять-таки, два не забыва, что канадская армия, она построена на стандартах НАТО. То есть, я думаю, что есть здесь вот этот момент, что они как минимум, исходя из стандартов НАТО, они в итоге вот эту дисциплину и предлагают сюда. И их инструкторы тоже потенциально могут предлагать эту дисциплину. В плане заявления Макрона я могу сказать тебе свою версию. Я считаю, что это была попытка Макрона, как он, наверное, считал, снова оседлать конек нового европейского лидера. Но оказалось, что оседлание не очень сработало, а может, даже сработало и наоборот. А на фоне чего? На фоне того, что мы видим позицию Шольца по Таурусам, да, например, как бы, возможно, Макрон хотел, знаешь, на фоне вот этой нерешительности показать, что вот я вообще могу даже и так сделать... Ну, Шольца? Ну, показать, что на фоне всего этого, на фоне такой нерешительности Германии, вот Франция готова даже вот прям подобные вещи делать. Опять-таки, но нюанс состоит в чем? Знаешь, если сравнивать, сколько дала Украине Германия и Франция, даже на данный момент, заметишь, кстати, Германия поняла, в кого был этот... В кого метит Франция. Да, в кого метит Макрон. Германия сразу же нашла быструю информацию о том, что, сколько они предоставили, 18 миллиардов евро, по-моему, и такой помощи, и военной помощи, а Франция там, ну, в разы меньше. И они бы сказали, слушайте, давайте, вы пока, конечно, делаете такие громкие заявления, да, но, может, вы Украине больше чего-то поставите и финансовой помощи предоставите, а потом, может быть, вы можете такие делать заявления. То есть, я думаю, что Макрон рассчитывал таким громким заявлением, возможно, показать, что вот Франции прям есть такие потенциалы, такие амбиции, но не предоставим при этом реально, ты понимаешь, какую-то помощь, да, даже по сравнению с той же Германией. В итоге мы увидели, чем это закончилось. Закончилось тем, что большинство стран НАТО и Соединенные Штаты Америки по факту опровергли, да, тезис. Ну, так и сама Франция опровергла. В итоге. В итоге. Ну, дала разъяснение, давай так скажем. Просто, знаешь, это выглядит очень странно. Тут, может быть, для зрителей, кто вдруг не знает, нужно сказать, что в Европейском Союзе Германия занимает место первой экономики, Франция занимает место второй экономики. То есть, чисто теоретически, по возможности оказать какую-то там финансовую либо военно-техническую поддержку, эти страны недалеко друг от друга. Да, что говорит, интересно, о заявлении со стороны Германии, что Франция там, как бы, кратно меньше-то передали, а могли бы передать кратно больше. Это как бы да. Вот. В то же самое время, смотри, вот Макрон делает такое заявление. Периодически он, в принципе, нас уже удивлял тем, что он там вот-вот да позвонит Путину, чего-то поговорит. Мы к этому все привыкли, к выходкам Макрона, если можно так их назвать. Но в этот раз, во-первых, а, его сальто назад было намного выше и даже в два оборота. А во-вторых, а зачем ему это вообще нужно? Макрон избираться больше не может. Значит, Макрон какую-то вот искать чисто популярность себе тоже вроде не может. То есть, какие он чисто теоретически даже бонусы хотел получить от этого всего, непонятно. То есть, французам, мне кажется, отправка контингента в Украину, ну, вряд ли бы как-то сильно снискал бы поддержку. То есть, вряд ли были бы все в восторге. Может быть, даже кому-то и по барабану, а может, и не по барабану. Но уж точно там не 50% Франции выступает за такую инициативу. То есть, вот зачем вообще это было начинать? Причем, что можно было бы допустить, что это где-то сообща, например, с украинской стороной, да, Макрон сделал такое заявление. Однако, заявление господина Зеленского, оно, в принципе, дает нам понять, что Украина была не особо в курсе такого маневра. Тогда вообще возникает вопрос... Ну, смотри, я... Зачем? Да, ну, у меня есть версия, смотри, первая версия. Она связана с тем, что Макрон пытался мобилизировать французское общественное мнение в плане поддержки Украины. Потому что, насколько я знаю, там есть определенные цифры снижения такой поддержки, да. И, возможно, на фоне вот этих цифр Макрон постарался, типа, показать, направить, снова актуализировать эту тему, да. Скажем так, это одна версия. А вторая версия, она может быть связана с персоналистскими, скажем так, амбициями Макрона. Смотри, ну, после должности президента Франции ведь жизнь не заканчивается. Макрон достаточно молодой человек, ну, еще молодой политик, да, ну, ладно, уже, может, не молодой политик, но в достаточно молодом возрасте. И есть другие должности за пределами Франции, которые потенциально он мог бы претендовать. Должность Генсека НАТО. В Европейском Союзе ряд должностей. Почему нет? В международных институциях. Вспомни Кристин Лагард, француженка, которая, да, соответственно, была в Международном валютном фонде и так далее. То есть я к чему веду, что Макрон, он, скорее всего, себя видит потом где-то на какой-то должности в транснациональной, интернациональной организации, транснациональной структуре, давай так скажем, да. И поэтому он делает такие заявления, что он не просто президент Франции. Я думаю, да. Он так это видел. Другое дело, что, может быть, это не очень так хорошо получилось по факту, да. Но я думаю, что это был такой намек, что я как бы и не против после должности президента еще чем-то позаниматься. Слушай, вот знаешь, как выглядит? Поправь меня, если вдруг я как бы неверно вижу ситуацию. То есть Макрон, понимая о том, что ему как бы уже, ну, во Франции-то и по закону выборов больше нет, он решил построить себе дорожечку куда-нибудь в какое-то другое политическое будущее уже в рамках Евросоюза. Для того, чтобы это сделать, ему нужно какое-то там вот громкое заявление, чтобы его с чем-то ассоциировали. Понимая даже невозможность реализации данной инициативы, он громко о ней заявляет. И поэтому в памяти граждан он отпечатывается как человек, который хотел ввести, значит, войска НАТО на территорию Украины, просто у него не вышло. Тем самым, вроде бы, как он привязывается к этой теме, с другой стороны, ничем не рискует, потому что никакие войска НАТО все равно в Украину и не поступали. То есть, вот. Ну, а везде будет говорить, я тот единственный лидер Европы, который был готов это все сделать, да? Значит, потенциально, может быть, опять-таки, мы же помним, что ряд прошлых, ну, ряд политиков, да, которые были там на Премьерские, должна сказать, что далеко ходить, Борис Джонсон, они где-то себя видели генсеками НАТО. Ну, вот, пожалуйста. Может быть, Макрон тоже хочет себя видеть генсеками НАТО. И просто с таким же успехом можно было заявить, что давайте возьмем, сделаем большую веревку, набросим это все на Луну, подтянем ее поближе, чтобы ночью она лучше освещала Землю, тем самым сэкономим мировые ресурсы на электричество для освещения ночью. Ну, то есть, как бы, херня полная, но зато, видите, какую инициативу человек проявил. Вот так? Не, ну, смотри, в Франции есть длительные традиции Жюля Верна, научной фантастики, это же нельзя исключать. Я тебя в этом всем понял. Двигаемся дальше, значит. Интересно, интересно развивается событие. Wall Street Journal опубликовала некие выдержки, якобы, из договора между Украиной и Российской Федерацией, которые могли быть подписаны, но не подписаны, в итоге не подписались в Турции. Там, чтоб сильно новые какие-то мы положения узнали, по большому счету подтверждает слова Арахамии, который говорил об этом раньше. Вот, единственное, там подсвечены некоторые позиции, по которым была разбежность у Российской Федерации и Украины в рамках разговора, то есть это, в частности, функционирование наравне русского языка в Украине, также это положение про количество вооруженных сил и вооружения, которое может быть Украиной или не может быть Украиной в случае подписания данного договора. Ну и еще там ряд пунктов. Суть в чем, значит, заключается. А, да. Ну и главное, что Украина может вступать в Евросоюз, но не может вступать в НАТО ни в каком виде и остается вне Блоковой. Мой вопрос заключается в следующем к тебе. С какой целью на данный момент публикуются данные документы в иностранной прессе? Потому что, в принципе, они сейчас не являются уникальным материалом, да, чтобы Wall Street Journal вдруг нашел эту информацию, первым опубликовал, сорвал сливки читателей, весь мир поразил, как бы, да как бы нет, потому что, ну, вроде как об этом уже прям все в полный рост поговорили и давно. А сейчас оно опять появилось. В том числе, например, даже в Кремле задали этот вопрос, я так понимаю, Песковый, и он дал комментарий свой, что они на данный момент не готовы публиковать положение данного договора. То есть, а почему они тогда не готовы публиковать уже столько времени, если они, в том числе, о нем уже давно и поговорили? То есть, что тут в тайне-то хранить по этому поводу? То есть, какая мотивация появления этой темы на данный момент? Ну, я думаю, что мотивация может быть одна, ну, одна как один вариант, да, почему? Это документ появился сейчас. Ну, и такая публикация в Wall Street Journal. Это попытка показать для западной аудитории, что смотрите, вот видите, как бы переговорный какой-то трек был возможен, значит, возможно, он возможен и сейчас. Ну, я просто другой мотивации здесь не вижу, да, потому что опять-таки понятно, что скорее всего, то есть, это попытка повлиять на западную аудиторию в том смысле, что, видите, как бы переговорный трек вот хотя бы в таком вот формате раньше был возможен в 22-м году, да? То есть, так получилось, что он не был реализован, но, возможно, в будущем мы можем подумать о каком-то новом. Западная аудитория, это кто? Я вот просто представляю себе утро, американское утро, да, обычный житель Оклахомы, какой-нибудь Герард с утренним кофе читает газету и говорит, ух ты, нихера себе, Сара, Джон, идите все сюда, посмотрите, оказывается, вот как было, и еще и это возможно в будущем. То есть, и что дальше? Нет, смотри, ну, все-таки аудитория Wall Street Journal, я думаю, она более специализирована, да, то есть, мы понимаем, что это деловые круги, это где-то политические круги, и я думаю, что попытка повлиять на них, да, опять-таки, почему? Потому что мы видим, что часть западного политического класса, они сейчас думают, какую стратегию в плане Украины дальше поддерживать, да, какой из векторов. И второй момент, что делать дальше с Россией? То есть, какая стратегия Запада по поводу России, генеральная стратегия Запада? И вполне может быть, что эта публикация рассчитана на то, что повлиять именно на эти аудитории. В первую очередь, американские, конечно, аудитории, мы понимаем, потому что сейчас вопрос, допустим, той же финансовой поддержки Украины за океаном, он остается, да, на порядке дня, и ты видишь, какие есть жесткие достаточно дебаты по этому поводу между Белым домом и Конгрессом. То есть, на фоне всего вот этого показать, скорее всего, да, что вот была такая возможность. Опять-таки, мы же тоже понимаем, кто потенциально может ухватиться за такие публикации дополнительно сейчас, да, это те, кто говорят, что Запад должен поменять стратегию по поводу Украины и думать, как как-то Соединенные Штаты Америки, как могут включиться, да, в ситуацию российско-украинской войны, там, не знаю, вроде в роли посредника, в роли еще кого-то, да, потому что я напомню, я читал материалы RAND Corporation, тоже американского СНКСАН, очень влиятельного, который влияет на американских политиков, и они готовили еще в прошлом году, они готовили материалы, как потенциально может закончиться российско-украинская война, и среди прочих вариантов они рассматривали, как могут начаться, ну, какой-то вот не только военный трек, а, назовем так, условно-переговорный. Они говорили, что США должны тут обязательно выступить в роли посредника, что по-другому никак не получится, то есть США должны на себя взять эту роль, да, и первый этап они рассматривали это то, чтобы, скажем так, сделать все, чтобы остановить огонь и, там, мониторингивая всякие миссии и так далее, а дальше там уже есть следующий перечень шагов, ну, и так далее. Ну, то есть я к чему веду, что часть западной аудитории эти истории, она обсуждает, да, разные треки. Ввиду ситуации, которая сейчас складывается и в военном плане, и даже в самих западных странах. Вот насколько они готовы дальше в том или ином формате, да, поддерживать Украину, отправлять сюда вооружение, ресурсы. Просто на данный момент существует определенный ряд барьеров, то же самое, да, и в законодательном плане, да, о ведении переговоров с Российской Федерацией, то есть каким образом эти условия, которые, в принципе, на данный момент уже стороны считают неактуальными и, как бы, к ним вернуться. Смотри, я не уверен... Как это толкнет? Смотри, я не уверен далеко, что... Ну, во-первых, я думаю, что все, что было в Стамбуле, вряд ли уже возможно воплотить в жизнь. Мы это прекрасно понимаем. Ну, да, после стольких лет войны. Это раз. Во-вторых, есть другой момент, что, ну, со стороны Москвы часто звучит тезя, что они готовы только с Вашингтоном разговаривать. То есть здесь, знаешь, тут не только дело в том, что Украина принимала решение, да. Вспомни, когда Зеленскому задали вот на последней пресс-конференции вопрос, по-моему, итальянским журналистам, да, по поводу того, если ему условно позвонит Путин, то есть снимет ли он трубку и так далее, то Зеленский, как бы, он так отшутился, да, он сказал, что Путин нет мобильного телефона, да. Он не сказал, что он не возьмет трубку. Ну, я тебе об этом и говорю, то есть, как бы, но если слушать риторику со стороны Москвы, насколько она правдивая, неправдивая, да, тут есть дискуссия, потому что мы видим, что западные политники неоднократно озвучивали такой месси, что они не верят в правдивость готовности России к переговорам. Но, да, если, как бы, послушать риторику Москвы, они рассказывают, что Москва готова только США обсуждать эти вопросы. А мне кажется, что США, они к такому формату не готовы. И тут есть, тут есть ряд причин, почему так. Дело в том, что просто, не только выборы, дело в том, что просто мир изменился. Сейчас не 1945 год, Россия, это не Советский Союз. И, как бы, знаешь, обсуждать идею там о каких-то зонах влияния и так далее. Ну, это, на самом деле, я думаю, что если в 40-е, 50-е годы публично, именно публично, это было, возможно, и приемлемо, да, и это считалось, как бы, нормой жизни, то сейчас немножко ситуация поменялась, потому что дипломатия стала другой. Дипломатия стала публичной. Понимаешь? Понимаешь, политики стали писать посты, стали снимать видео, ТикТоки, и что только они не стали. Даже Байден зарегистрировался недавно в ТикТоке, кстати. Думаешь, сам? Ну, его команда зарегистрировала, не суть, да, но он уже есть в ТикТоке. То есть президент США есть в ТикТоке. Ну, сам понимаешь. Раньше это, ну, даже, я думаю, ну как, да, но это уже сейчас, возможно, да. Так вот, и получается, что на политика сильно влияют социальные сети. То есть вот эта вся социализация, диджитализация, она имеет обратную сторону. Это такая максимум публичности, которая часто ведет к тому, что политики, они боятся совершить какие-то шаги, потому что аудитория может их осудить. Как? Ну, ты понимаешь, то есть в публичности есть и свой теневая сторона. Кстати, по этому поводу есть такой прекрасный исследователь Крастьев, Иван Крастьев, он в Вене работает, он сам из Болгарии, там, углавлял Центр либеральных инициатив, то у него даже по этому поводу есть исследование, что публичность имеет обратную сторону, она делает политиков нерешительными. То есть политики боятся принимать решения, которые вызовут участие их аудитории, как они считают, какой-то там, да, протест и так далее. И поэтому они не принимают решений. Интересно. Еще одна финальная тема, значит, изменения в законе мобилизации, которые вроде бы как уже подтверждены, которые будут внесены, убирают ряд таких вот самых радикальных мер, да, которые предлагал тот автор, неизвестный доселе своей фамилии, который написал этот законопроект, либо коллектив авторов. Значит, о каких нормах идет речь? Блокировки счетов не будет, значит, с имуществом не будет, ограничения выезда за границу, как бы это не звучало сейчас, тоже не будет по этому поводу. Будет частичное, вроде бы как, ограничение использования там наземного транспорта, вот. Я думаю, что будет это сильно зависеть от того, является ли транспорт там приоритетом для заработка денег у конкретного человека, да, чтобы не ограничить, но это критике поддавалось не единожды, вот. И в том числе тот военный кабинет, который говорили, надо обязательно украинцев заводить теперь электронный, он будет по желанию. По желанию это вообще великолепно звучит. Ну, ладно, как бы, вот не будет его. Договорились там о ротации, это как бы и так было понятно, что обговорят. О чем будет законопроект, Алексей, и зачем вообще тогда он нужен? Смотри, ну, давай так, не забывать, что когда за этот законопроект, да, голосовали в первом чтении, да, я напомню, что тогда уже все, кто, ну, ключевые политические силы, которые за него голосовали, да, и в слуге народа, я понимаю, и группа Бойко, и тут же Бойко, они и другие, да, они все говорили, что они не будут во втором чтении за него голосовать, если в этом законопроекте будут нарушения конституции, и многие-многие спорные пункты останутся. Я напомню, что Лубинец, да, наш умботсмен, он написал вообще там девять страниц предложений. А он там ненадолго это написал, он через пару часов передумал. Нет, он сказал так, что в первом чтении голосуйте, а дальше нет, да, и в итоге, дальше история, она же внутренне остановилась, было зарегистрировано больше четырех тысяч правок, да, и понятно, что часть это может быть спам, одно и то же, но сам факт, да, резонанс колоссальный в обществе. За это время у нас поменялось военное руководство, давай тоже об этом не забывать. Тут была одна история, да, еще был главком Залужный, когда голосовалось, теперь у нас другой главком Сырский. Поменялся подход к видению боевых действий, я бы сказал бы концепция, потому что мы как минимум увидели со стороны Сырского и нового генштаба, я напомню, что генштаб также был перезагружен, то есть очень много людей было оттуда убрано, появились новые, были новые назначения. И Сырский, вот я видел материал Сырского еще до назначения его главкома в ЦДФ немецкой, ну он давал интервью, и он, в принципе, говорил, что у нас цели технологизация, сохранение жизни людей и так далее. То есть по факту, я думаю, что учитывая еще реакцию общества на этот законопроект, мы потому и видим, что в итоге депутаты, они не хотят быть в целом всей этой крайними, как это было во время рождественского законопроекта, когда его первый раз туда внесли. Поэтому они, с одной стороны, понимают, что да, нужно, наверное, систематизировать вопросы мобилизации, потому что слишком много вопросов тут возникает вот этими всеми походами и так далее, с одной стороны. С другой стороны, они понимают, что в то же время нужен общественный консенсус по таким вопросам. А он, возможно, его можно только достигать, как я это понимаю, все равно колоссальными пряниками. А заметь, кстати, как интересно, я обратил внимание на пресс-конференции, Зеленский, например, сказал, что так это депутатам решать, какой будет законопроект по мобилизации. Да, что типа пусть решают. Это на самом деле неинтересный момент, это повторяется ситуация, когда вроде как законопроект из ниоткуда появился, никому особо не нужен, вот, а вы там давайте за него решайте. Ну, типа, не знаю, интересно это, когда никто не хочет лоббировать инициативу, которая появляется в парламенте. Ну, это просто показатель того, что, как мне кажется, поменялись определенные условия. Еще раз говорю, сменилось военное руководство. У этого военного руководства... То есть он уже не нужен? Смотри, идет сейчас аудит вооруженных сил. Я думаю, ты тоже слышал эту информацию, сколько людей, где оказалось, сколько, как бы считаются, да, что они на боевых, а в итоге... Ну, это же вся официальная информация, вся она есть. Это не я придумаю, это Минобороны, ну, Генштабы, это их информация. То есть на фоне всего этого, как бы, мне кажется, и меняется подход со стороны власти. То есть, возможно, власть переоценит те цифры... Опять-таки, мы даже не знаем, чьи это были цифры. 500 тысяч человек, вот, которые Зеленский озвучил на той еще пресс-конференции. Были ли это его цифры, или это были цифры со стороны прошлого главкома? Ведь кто-то же озвучивал эти цифры, правильно? Ну, то есть... Потому что, заметьте, мне кажется, сейчас так вопрос этот не стоит. Ну, может быть и так. Какую главную задачу, на твой взгляд, решает этот законопроект? Я думаю, что главная задача — это диджитализация. На самом деле. И так... Смотри, так или иначе... Военный кабинет этот? Скорее всего, да. Так уж теперь по желанию. Ну, не так, это как право, но создание оберига, да... Оно не регулируется данным законопроектом. Я согласен, но это все будет сочетаться. Вот, например, смотри, вот ты говоришь диджитализация. У тебя появилось желание создать военный кабинет? Ну, смотри, есть нюансы связанные. Я думаю, что все, кто работает в бюджетной сфере, так или иначе, они все равно будут в этом задействованы. То есть это будет добровольно, но принудительно? Ну, я думаю, что в любом случае будут говорить, там нужно какие-то вам обновить документы и так далее. И загружайте это через электронный кабинет, да. Потому как бы это все равно будет в таком формате вводиться. То есть мне кажется, что тут как бы задумка именно в этом. По факту. И мобилизацию это не решает? И черт говоря, что я считаю, что мобилизацию, если мы говорим об эффективной мобилизации, решают ее пряники на самом деле. И желание людей быть мобилизированными и, в общем-то, дальше себя проявлять. Я думаю, не просто так появилась вот эта инициатива по поводу 200 тысяч для тех, кто находится на нуле боевых и так далее. Вот эти вещи как-то потенциально могут, я думаю, часть людей дополнительно подтолкнуть, те, кто хочет. Ну, время пройдет, мы увидим определенную статистику по этому поводу. То есть появилась ли дополнительная мотивация у кого-то или не появилась. Что вы думаете по этому поводу, вы тоже можете написать, ребят, в комментариях всем. Алексей, тебе спасибо большое за разбор этих тем. Появились, получились даже какие-то такие вот итоги. Это правда. Недели, почему бы и нет, достаточно неплохо. Пробежали, все разобрали. Друзья, если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, на телеграм-канал Алексея Якубина. Будьте добры также подписаться. Ну и пишите комментарии, как минимум, для того, чтобы поддержать в том числе наш канал. Чем больше вашей реакции, тем лучше видео будет набирать на просторах Ютьюба. Для тех, кто смотрит из-за границы, кстати, ваше число растет. Большое спасибо, это очень приятно. Для вас есть платная подписка, чтобы поддержать нас. То есть посильный вклад поможет нам быть далее независимым. Для всех остальных есть реквизиты под видео. Ребят, вам огромное спасибо за просмотр. До новых встреч в будущей неделе. Берегите себя. Пока. Берегите себя. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok